МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главный вопрос, кто займет ключевые посты, в том числе и кресло премьера. Налицо конфликт интересов, и, как отмечают политологи, в таких условиях работать новому составу Рады и правительству будет крайне сложно. Наш специальный корреспондент Сергей Савин передает. Пока их только шесть украинских политических партий, которые проходят в новую Верховную Раду. Националистическая свобода мучительно балансирует на грани. Ей не хватает всего полпроцента, но дефицит хронический. В парламент попала радикальная партия Олега Лешко, туда же просочилась быть кивщина. У однопартийцев Юлия Тимошенко менее 6%, но Юлия Владимировна смиренно заявила, что всем довольна. Зато вполне объясним успех самопомощи и оппозиционного блока. За партию львовского мэра Садова проголосовали те, кто хотел увидеть свежие силы на политической шахматной доске Украины. Плюс разочаровавшиеся в политиках со стажем. Самопомощь уже пообещала зажечь в новом парламенте. Воля людей была четкой, открытые списки, пропорциональная система голосования. Но властная элита побоялась и пошла по старой схеме. В этом парламенте будет непросто работать. Но я думаю, самопомощь даст жару многим. Оппозиционный блок – это протестное голосование к действующей украинской власти. В первую очередь на юго-востоке. Это примизерные явки и вычетом почти половина территории Донбасса. Власть сделала все для того, чтобы явка в наших регионах была достаточно низкая. Мы можем видеть, что в Донецкой и Луганской области, не говоря уже о том, что половина Донецкой и Луганской области не принимала участие в выборах, но и та часть, где выборы состоялись, очень низкая явка. Потому что люди боялись, еще раз хочу сказать, и власть, и те батальоны, и вооруженные люди, которые находятся на этой территории, сделали все, чтобы явка была минимальная. Где у оппозиционного блока самая большая поддержка. Позиции блока еще улучшат одномандатники. Экс-регионалы успешно выступили в своих традиционных округах на Востоке. Прошел в Раду и лидер правого сектора Дмитрий Ярош. Сразу же прозвучало дежурное заявление о третьем Майдане, если власть будет делать что-то не то. Помогать папе в парламенте будет и старший сын президента Порошенко Алексей. В новом составе Рады вообще много нардепов с родственными связями. В партийном противостоянии лидеров тяжеловесов явного фаворита нет. Блок Петра Порошенко и Народный фронт идут ноздрям-ноздрю. Но это лишь в части партийных предпочтений электората. Если до выборов соперники уверяли, что парламентская коалиция будет сформирована едва ли не со скоростью света, то сейчас никто никуда не торопится. Сначала нужно дождаться официальных итогов выборов. Для Арсения Яценюка это дополнительный аргумент в борьбе за портфели в Раде и Кабмине. Пропрезидентские силы все равно получат крупнейшую фракцию. Петра Порошенко выручат одномандатники, массово победившие в своих округах. Плюс некоторые самовыдвиженцы. По украинской традиции примкнуть к сильному большинству – признак политической дальновидности. В итоге президентский блок в Раде легко может перешагнуть планку в 120 голосов. Но без Народного фронта и других Порошенко все равно не обойтись. Поэтому Яценюк уже выставил свои требования. Он остается премьером. За его соратниками Минюст, Минфин, Минэкономики и МВД. Кресло спикера – предмет для обсуждений. Порошенко пока реагирует с юмором. Если вы хотите меня спросить, вижу ли я Народный фронт в качестве партнеров по коалиции, мой ответ – да. Это основные наши партнеры. Основные – это наши партнеры. Мы точно должны быть вместе. А кто еще? Слушайте, у нас будет открытое предложение для очень многих. Для очень многих. То есть позиция такая, я, ну, может быть, может быть, там, ну, точно не для оппозиционного блока. Но, а то я вижу, народ заволновался. Нужно было как-то это откомментировать. Но я заинтересован, чтобы у нас была коалиция в 300 голосов. Партнеров по возможной коалиции уже называют заклятыми друзьями. Ведь среди них фигуры, потенциально видящие себя президентами. Украинские политологи уверяют, этот состав парламента будет куда более конфликтным, чем предыдущий. И вряд ли отработает весь законодательный срок. Сергей Савин, Дмитрий Мухин, Алексей Шатохин, Антон Щербаков. НТВ Украина. Киев. Москва считает выборы в Верховную Раду состоявшимися. Несмотря на многочисленные нарушения, завел сегодня агентство ТАСС глава МИД России Сергей Лавров. Цитата. Мы оставляем в стороне многочисленные нарушения, которые были на этапе подготовки к выборам. Те принудительные методы, которые применялись к целому ряду кандидатов. И шаги по отстранению от политического процесса, от участия в выборах других политических сил. Но, тем не менее, голосование состоялось. Конец цитаты. По словам Лаврова, в Москве считают, что избрание нового состава Верховной Рады позволит оперативно сформировать правительство, которое будет конструктивным, будет нацелено не на продолжение нагнетания конфронтационных настроений и в обществе, и в России, а на работу. В Донецкой и Луганской республики, прошедшие на Украине голосование, назвали фарсом. Как заявил сегодня первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин, цитирую, «Выборы, прошедшие в атмосфере войны и запугивания людей, не являются свободными и демократическими». Конец цитаты. И в Донецке, и в Луганске отмечают, что продолжают готовиться к собственным выборам, которые назначены на 2 ноября. А сегодня на юго-восток Украины приехал народный артист СССР, депутат Госдумы Осип Кобзон, уроженец Донбасса. В Донецке и Луганске он выступит с концертами. Помимо патриотических песен, впервые споет гимн Новороссии, который сочинил сам. Помешать приезду артиста накануне пытался Киев. Там заявили, что Кобзону въезд на Украину запрещен. Вот что на это сегодня, уже пересекая границу, ответил сам певец. Началась поездка Кобзона по Донбассу с посещения больницы в пригороде Донецка. Туда певец привез парцию инсулина. Сейчас в пострадавших от войны районах очень плохо с лекарствами. Добавлю, что особое отношение певца к Донецку взаимно. Именно в этом городе Иосифу Кобзону установлен единственный прижизненный памятник. Жилые кварталы Донецка минувшей ночью вновь подверглись обстрелу украинскими градами. Погибли 4 человека. Такие провокации только усиливают решимость Донецкой и Луганской республик повышать боеспособность своих подразделений. Тем более, что каждый день ряды ополчения пополняют новые добровольцы. За их тренировками наблюдал Евгений Голованов. Пока на Донбассе действует перемирие, ополченцы проходят боевую подготовку. Это стрельбище на старом карьере они бы устроили своими силами. Вместо мишеней в ход идет любой бытовой хлам. Термос на белом бугру. Это мы играем правой. Белый или правый? Правый. Почти все оружие трофейное. То, что сдали пленные или бросили при отступлении. Теперь его еще надо проверить и пристрелять. После стрельбы тактическую группу ждет марш-бросок по пересеченной местности. Так отрабатывает штурм стратегически важной высоты. Подъем в гору, бегом, с полным боекомплектом. На вершине еще один огневой рубеж. Раньше в мирной жизни большинство из ополченцев, а это водители, шахтеры, представители других мирных профессий, никогда не держали оружие. Сейчас приходится. Но руководство ополчения не намерено бросать их в бой, что называется, не обстрелянными, как пушечное мясо. Они проходят специальную подготовку. Вот на таких стрельбищах на каждого бойца уходит примерно месяц. Ополченцу с позывным них всего 19 лет. До войны учился на сварщика. Несколько дней назад при штурме аэропорта погиб его отец. Он выносил раненых. Теперь сын взялся за оружие. Потому что на нас нападают, нас убивают. Мы защищаем свои земли. Снайпер Никита еще полгода назад работал журналистом в Донецком информационном агентстве. Готовил материал о боевых действиях. После очередной командировки решил стать не бойцом информационной войны, а уйти в ополчение. Мирная жительница моя знакомая погибла. Это стало спусковым крючком. С тех пор я все бросил. Оставил жене камеру, штатив, микрофон все оставил. А теперь у меня немножко другая оптика. Немножко другое сведение, фокусировка. Но как и большинство ополченцев, Никита мечтает вернуться к своей профессии. Вновь смотреть на людей через видоискатель камеры, а не в снайперский прицел. Покажем всеми этими людьми движет одна идея. Отстоять Донбасс. Будем до последней капли крови воевать. Сколько Бог даст сил и здоровья. Евгений Голованов, Валерий Кожин и Максим Прихода. НТВ. Донецкая Народная Республика. Гитлеровское приветствие вновь громко зазвучало в Германии. Тысячи немецких националистов вышли на улицы Кёльна, протестуя против исламизации страны. Акция напомнила о фашистском прошлом не только символикой и жестами, но и степенью агрессии и насилия. Это побоище наглядно показало, что власти Германии, обеспокоены ростом радикального ислама, явно недооценили другую коричневую угрозу. Репортаж Константина Гальденцвейга. Вечер в Кёльне быстро перестал быть томным футбольные фанаты всех мастей, ультраправые и группировки, сами себя называющие хулиганами. Всего четыре с лишним тысячи разбушевавшихся молодчиков, объявивших уже на немецкой земле войну с салафизму, радикальной ветви ислама. На первый взгляд не так уж много, но ведь месяц назад таких борцов на их демонстрации не выходило и ста человек. Теперь, чтобы усмирить разъяренную толпу, собравшуюся со всей Германией, полицейским...